привет привет ребята у нас сегодня новое видео от разработчика от мэдмолли у нас будет про покраску про блоки про освещение во первых можно увидеть что у него появилась наконец-то кисточка в руках то есть моделлеры замоделили кисточку нам сделали это уже хорошо да уже не пистолетиком там или каким-нибудь молотком красить именно кисточки но теперь вы видите меню в котором целая куча текстур из которых можно будет выбирать какие то есть будут доступны сразу а другие необходимо будет открывать не знаю честно говоря он говорит что и они прокачиваются то есть возможно какие-то рецепты можно быть а может быть с уровнем а ну по мере того как у вас уровень будет расти там да сможете что-то открыть кинуть очки единственное что у нас сейчас произойдет небольшой такой обычный уже в принципе fail кроме текстуры кирпича к сожалению мэдмолли не сможет ничего больше никакой другой текстурой покрасить стенку поэтому придется нам олицезреть кирпича и собственно говоря когда он сейчас начнет красить он про это и руганется когда у него не получится покрасить собственно процесс покраски как мы видим да обычно уже в принципе тоже привычная любая поверхность красится единственное что она конечно остается точно такой же красится она одной кнопкой мышки стирается соответственно другой кнопкой мышки сейчас вот фейл и произойдет тщательно выбирает в какой же цвет мне покрасить что же мне сделать красивого наконец-то определился опачки что-то пошло не так давай открывать какие-то менюшки что-то еще пытаться но все на этом фейл так мы не будем злорадствовать в общем поедем дальше так как мудмоле беспорядочно у нас раскидывать свои видосики то есть не видосики а рассказы да соответственно мне пришлось вырезать и где-то из середины ближе к концу даже кусочек и ставить сюда здесь он показывает нам что можно будет красить вот ножки у стола видите они уже какие-то кирпичные сталь ну помните да кирпичный у нас цвет только сейчас ничего другого не может предложить сожалению там что-то забагованное не срослось и не только ножки соответственно и любую текстуру я так понимаю можно будет покрасить и стал кирпичный стол соответственно он говорит о том что можно металлические сделать там деревянный какой хотите на структуру стола то остается та же самая металлическая просто он покрашен вот в кирпичный цветок у нас из кирпича соответственно это можно не только стола ступеньки можно сделать точно такими же и естественно все это можно будет стереть ну а дальше мадмоле нам показывает зомбачков помните тех самых перерисованных которые он хотел станут как я и говорил посмотрите на этого военном какой-то еще естественно челюсть у нее не двигается потому что у статичная вот получается текстура у них нету отдельных частей движущихся вот они руки не сжимают там да еще что не делать у них а вот есть что за модель так он двигается естественно какие-то запрограммированы движение заскриптованы там руками машет он еще что-то но не более того то есть военный у нас вот такой вот оскаренный получился сейчас его мадмоле опрокинул естественно после этого опять же обращает внимание что такой баг у них существует когда мертвец и остаются стоять после смерти игрит нужно это исправить вот такие вот у нас новые будут модельки солдатиков и шахтеров зомбачков ну а дальше у нас идет длинный рассказ где много-много всяких пяти кул короче у нас будет и excited употребляться слов которых мадмоле расскажет сейчас нам о том что они немножко изменили что-то с освещением говорит о том что у нас сейчас освещение будет освещать любую сторону там ну какой-то постройки дома еще чего-то течение дня все будет освещено то есть вот как солнце крутится соответственно у нас так все и будет освещено зачем-то он рассказывает о блоках я честно говоря вот этот момент не понял а то что у них какие-то старые блоки там что-то не занимают связано что-то с утечкой памяти по моему что-то говорит вставку это честно говоря я не совсем правильно не совсем понял и правильно боюсь ее что я не переведу зачем он пройти блоки вспомнил зачем он начал ставить может быть из-за них какие-то утечки памяти бывает что лишь что-то в этом духе Впрочем, не важно, потому что сам Мэд Молли тоже как-то хаотично рассказывает. Он начинает об одном, потом второе, потом петикул, петикул. Короче, честно говоря, его сложновато переводить и очень много повторений. Собственно говоря, давайте немножко вперед перемотаем. Здесь Мэд Молли нам показывает текстуры. Кстати, он хотел еще о текстурах рассказать. Видите, новые HD текстуры будут у дерева. У дерева, соответственно, и у апгрейдов, которые идут по дереву с металлом. Помните, скреп металл там использовался? Сейчас, по-моему, называется, по-моему, как-то Iron, что-то просто. Я уже не помню, честно говоря. Ну, из кузницы можно его достать, когда металл туда загоняете. Потом из кузницы можно его выплывить обратно без потерь. И сейчас Мэд Молли демонстрирует, во-первых, текстуры. После этого начнет нам демонстрировать освещение. То самое освещение, о котором дошла изначальная речь. Возможно, текстуры стали лучше. Но, может быть, у меня взгляд замылился. Я так особо как бы не вижу каких-то прям таких, знаете, бросающихся в глаза нововведений. Да, может быть, деревяшечки стали чуть-чуть покруче. Вот сейчас он подкручивает освещение и рассказывает о том, что у них теперь там солнце встает. Оно освещает с одной стороны, потом с другой. В течение дня все углы, все постройки будут освещены. Вот, кстати, новая текстура. Смотрите, видите, апгрейд какой. Я не знаю, что-то как-то беспорядочно. Но тоже ничего, тоже имеет право на существование, да, я бы сказал. Да и в любом случае, любые изменения можно приветствовать, потому что это все-таки не застой. Когда игра не обновляется, застой, видно, что у ребят планов громадье, и они стараются, они что-то делают. И это уже можно и нужно даже, я бы сказал, приветствовать. В этой половинке начинает MadMolly крутить солнце, рассказывать о том, что они что-то там соизменили с освещением. Честно говоря, особо так разницы и не заметил тоже. Может быть, кто-то из глазах зрителей подметит, что где-то там какие-то изменения есть. И напишет в комментариях, welcome, пожалуйста, пишите. На мой взгляд, ничего так особо не изменилось, и чтобы тут прям все было освещено там, или еще что-то с освещением изменилось. Не знаю, вообще с освещением, конечно, беда. Вы видели мои последние там и стримы, и записи. Я по этому поводу высказывался неоднократно. Но вот он говорит сейчас, что здесь тень лежит у нас. Поэтому тень, типа, мол, в течение дня солнце там прокрутится. И, соответственно, будет сначала одна сторона освещена, а потом другая. Сейчас он прокрутит солнышко. Вот сейчас 3 часа дня, по-моему, 3 часа, он говорил, пожара будет сейчас. Солнце над головой. А вот теперь солнце поменяло свою позицию, и освещены другие немножко уже стороны. Ну, это все, конечно, замечательно. Здесь, по-моему, проблема немножко в другом. В том, что зомбачки те же самые, да, которые рядом с нами находятся, они против, когда особенно освещение. Просто непонятно, что на тебя идет, какой-то силуэт черный. Ну, все мы помним того самого медведя. Кстати, про медведя в этом видео ничего не будет, ребят. К сожалению, что-то с медведями, видать, пошло не так, и поэтому про медведя Мэд Молли забыл. Во всяком случае, никаких ставок в этом видео он не сделал про медведя. Едем дальше. У нас освещение. Теперь у нас, рассказывает он о том, что они изменили насыщенность, там, saturation, он говорит, насыщенность цвета. Типа зеленый вроде как должен быть больше, да. Добавил кленовый лес. Вот сейчас он показывает, что он стал, говорит, более насыщен, более красивым. Прям вот весь pretty cool. We excited там. Своей работой мы гордимся там. Типа у нас все красиво, все хорошо. Ну и, соответственно, сосновый лес тоже показывает, и что изменилось освещение. На самом деле, я бы сказал, да, действительно, сейчас это напоминает лес. Похоже очень на лес. Во всяком случае, по сравнению с 13-й и с 12-й альфой, уж точно изменилось и стало красивее. Гораздо во много раз красивее. Давайте полюбуемся. И после этого мы перейдем к новым блокам, к стеклянным блокам. Но прежде чем перейти к блокам, он нам показывает новое меню вращения. Вот видели, сейчас только что было. Какую-то часть из тех задумок они уже реализовали. Когда, помните, было там 24 степени вращения там и что-то такое. Сейчас он берет уголок и порассказывает о том, что есть несколько моделей вращения. То есть, я так понял, старая какая-то модель, то есть, когда вручную мы там перепихиваем. Потом есть модель Face On, по-моему, называется. То есть, когда каким-то умным способом у нас вот этот уголочек прилипает. Своим основанием он прилипает туда, где по заданным моделям он должен находиться. То есть, допустим, если мы на угол поворачиваем, то, соответственно, он к углу прилипает. И есть потом еще мы можем вручную как-то поворачивать. Я не знаю, я думал, как-то по-другому все это будет реализовано. Тут, получается, нам приходится переключать сначала режим вращения, потом как-то вращать, либо приклеивать, пытаться. Но умный режим вращения, я не знаю, как-то мне показался странным. То так поставят, там дальше потом со стеклянными блоками MadMole будет, скажем так, бороться, как они будут становиться то поперек, то еще что-то. И когда он с трудом устанавливает стеклянные блоки, я это тоже заметил, что так и норовит, короче, поперек, кстати, стекло. Хотя вроде он устанавливает, вроде стоит правильно, и блок должен становиться, соответственно, так, как он хотел. Так, MadMole построил свою конструкцию, теперь он хочет продемонстрировать стекло. Ну вот, видите, блок встал этим. Единственное, что его оправдывает, он как бы говорит о том, что типа нету превьюшек модели. Вот сейчас он начинает ставить стекло, и MadMole говорит, что это новый какой-то вид стекла, то есть они что-то там изменили в очередной раз. В общем, становится опять все притекло. Видите, ну, в принципе, красиво, да? Красивое стеклышко стало. И с внешней стороны тоже. Ну, естественно, это чисто декоративная штуковина, которая разбивается вообще на раз одним ударом. Только что он продемонстрировал, он молоточком ударил, а он сразу и разбился. Вот, дальше MadMole, ну, MadMole такой увлечен, и опять поперек встал. Он пытается вращать. Я думал, кстати, вот помните, я что хотел сказать-то, я думал, опять поперек поставил. Блоки, можно будет блок поставить, и его вращать. Это было бы гораздо удобнее. Но здесь, получается, и в самом начале, когда MadMole ставил вот эти вот металлические блоки, которые сейчас у нас в роль пола исполняют, он, собственно говоря, сначала поставил, а потом такой попытался вращать. Но, естественно, у него ничего не получилось, и он что-то руганулся. Я вот тоже думал о том, что было бы прикольнее гораздо, чтобы блок можно было поставить. Полностью мы видим, как он выглядит, да? У него текстура натянута. И нету, как бы, возможности ошибиться. То есть мы видим конкретно, не какую-то ограниченную рамками зелеными фиговину непонятно, а видим блок. Кстати, вот сейчас MadMole ставит бронированное стекло, нам ввели. Вот видите, 3000 хп у этого блока. Не так уж и много, конечно, но тем не менее, какую-то часть ударов он выдержит, и, соответственно, его можно вставить какие-то амбразуры. Я бы, кстати, предпочел, знаете, смесь такую блока бетонного, допустим, да, и блока стеклянного. То есть, вот действительно была бы амбразура когда. Это было бы прикольно. Ну и, соответственно, чтобы у него было побольше хп. Но вот то, что он сейчас делает, тоже имеет свое, как бы, право на существование и применение. Вот в данном случае он демонстрирует очень прикольную штуку. В принципе, в постройках мы уже что-то подобное видели, когда стекло ставится и по ним уходится. Но там прям блоки вот эти вот, здоровый куб стеклянный, да, блок. А здесь, смотрите, здесь тоненький пол, причем этот пол такой защищенный получается, стеклянный. Давайте немножко чуть вперед пройдем. Так вот он доделал, как оно выглядит изнутри, снизу, да, и вот как снаружи, сверху. Смотрите. Ну красотища, конечно. Тут вообще прям не скажешь, что это игра. Вот буквально там 12 альфа не так, да, была давно. Она была страшная по графике вообще. А сейчас прям вообще красивая. Прогресс все-таки значительный, ребята. Значительный прогресс. И хочется, чтобы все-таки они уже с геймплеем как-то начинали разбираться побыстрее, потому что хочется каких-то вещей, которые трудно добыть, там, да, для них нужно потратить время, там, смекалку, усилия какие-то, там, в конце концов, скилл, там, чтобы, там, пострелять, там, зомбаков или еще что-нибудь сделать. Вот, потому что многим, и у нас у меня на стриме, в принципе, ребята жалуются, что, говорит, с кем бы найти поиграть, потому что я, говорит, соло поиграл, мне, говорит, уже все, говорит, надоело. Игра быстро утомляет. Особенно если креатив меню, ребята, никогда не открывайте креатив меню. Креатив меню, это в любой игре чит, читы в любой игре, они убивают саму игру, сам геймплей, после этого пропадает интерес, поэтому как можно дольше вообще не трогайте это дело, а лучше вообще не трогайте. Ну, еще немного строительства. Вот здесь вот нам показывают, он более, кстати, странно, он ставит, вроде как бы, вот сейчас он повернул, показали, видите, но все равно, когда ставят, показывают, что вертикальные кирпичи, а когда он их ставит, они становятся горизонтальными. Странная штука, конечно, непонятная. Сейчас он у нас продемонстрирует. Это, говорит, новая HD модель, которую я, говорит, нарисовал, все красиво, все супер. Ну, и я с ним согласен, кирпичи прям вообще, мне прямо с этих кирпичей захотелось камин какой-то выложить. Я не знаю. Очень красиво нарисован. За это Мадморле только поблагодарить, нужно сказать большое спасибо. Новая кирпичная HD текстура, которую можно будет использовать. Дальше у нас идет превьюшка какая-то странная, нарисованная в фотошопе. Причем, ну, графику такую мы вряд ли увидим в игре, согласитесь, да? То есть, прям, посмотрите. У нас будет что-то такое слабополигональное, напоминающее издали вот подобный рисунок. Зачем демонстрируется этот, я не понимаю. Ну, наверное, красоту нужно демонстрировать с другой стороны, да? Я думаю, все поняли, что это коктейль Молотова, который делается из бутылки из-под пива. Что-то там Мадморле обронил про то, что игроки смогут делать пиво тоже, что-то в этом духе. Ну, кто, у кого что болит, тот о том и говорит, да? Ну, и, собственно, все. Он говорит, что прикольно смотреть, как зомбаки будут гореть. Я сразу подумал, ага, если у нас дом деревянный, то у нас, по идее, бы и дом должен сгореть, да? Ну, а в принципе, если у нас бетонный пол там стоит перед домом, да? Коль я железный, то, по идее, там им ничего не мешает. Действительно, тогда можно кидать смело, и там зомбаки только будут гореть. И с другой стороны, ну, вот кто использует пай-бомбы, да? Только, знаете, когда уже игра наскучила, там, накрафтил пай-бомб и пошел какой-то ерундой заниматься. Я, допустим, не использую. Хотя им вроде как бы порезали дамаг по блокам, ну, не знаю, они какие-то странные. А вот эти были бы прикольные, коктейль молот, кинул в кучу, они там загорелись. Круто! Едем дальше. Теперь у нас превью terrain, да? То есть, когда у нас можно в игре, оказывается, я уже забыл про эту возможность, там в игре же есть, типа, карту посмотреть, она сейчас обозначена какими-то цветными зонами, там, не особо так понятно. Ну, в принципе, разобраться можно. Города там обозначены, еще что-то. Кстати, надо мою карту посмотреть, действительно, где у меня все города маленькие. У нас один большой центральный город, как я уже сколько раз говорил, да? И вокруг просто прям вообще, как пустыня, вернее, даже не пустыня, а все из воды сделано. Вот. Сейчас Мадмоли нам рассказывает о том, что они поделили город на зоны. Соответственно, голубая зона такая, это, типа, деловой квартал. Серая зона у них будет, это, типа, даунтаун, ну, центр города, да, там правление, всякая такая вот фигня. Темно-зеленая, это жилая зона, то есть старая, вроде как, жилая зона. И светло-зеленая, это новая жилая зона. Ну, а желтая, вроде как, какой-то производства. Такая вот у нас превью, что не просто сверху, да, как-то изометрический вид какой-то приобретает, хотя, с другой стороны, это просто рисунок, и непонятно, как, что это будет реализовано. Ну, дальше Мадмоли рассказывает о том, что walk hard, да, все pretty cool, и т.д., и т.п. А, вот еще момент, сейчас я расскажу вам. Ребята, мы теперь будем видеть издалека не только дороги, но и города. Посмотрите, нам сделали превьюшку, то есть, допустим, где-то с огромного холма или подъезжая к городу, да, мы издали, а сейчас видим просто условное обозначение, там, дороги, да, перекрестки дорог, и все такое, но домов вообще в упор не видно. Вот сейчас вот у нас будет, будут видны дома издалека, причем будут видны здесь какие-то вот, они малюсенькие, да, сейчас он немножко поближе еще покажет. Вот, здесь он показывает, что видна блочная структура вот первых домов, которые слева от нас, да, а там подальше уже вроде как просто превьюшки, которые мы только что издалека видели. Ну, в любом случае, да, это значительный шаг вперед, и это прикольно, действительно, это действительно pretty cool, pretty cool, я бы сказал так. Ну, и на этом все, ребята. Большое спасибо за просмотр, спасибо, что посмотрели, спасибо, что заходите, спасибо за то, что ставите лайки, пишите комментарии, за то, что тоже спасибо, и за то, что делитесь, особенно отдельная большая моя благодарность. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Вот, кстати, еще один вид, он показывает нам этот городок. Вступайте в группу ВКонтакте обязательно. Всем удачи, ребята, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok